Давайте посмотрим, как развивались панки в далеком 2017 году. Один из пользователей Twitter сделал подборку такую. Хотите отправиться с нами в путешествие в 2017 году? Давайте посмотрим, как выглядел тогда веб-сайт CryptoPunks, любезно предоставленный интернет-архивом. Это веб-архив, который позволяет показывать то, что было до каких-то изменений. То есть сейчас мы увидим сайт практически в его первоначально первозданном виде, когда еще панки только минтились. Первоначально клеймить можно было 10 июня 2017 года. Панки, которые не заклеймленные, имели синий фон, заявленные были зелеными. Это изображение можно было расширить и масштабировать, чтобы показать все 10 тысяч панков. И давайте посмотрим, на что, например, можно было претендовать еще, пока не было замечено основное количество панков. Вот так выглядел сайт. Ну, в принципе, особо много не поменялось. Именно вот только вот эта вот картинка, где как раз зеленые уже заклеймлены, все остальные нет. То есть здесь можно было посмотреть. Вот давайте увеличим где-нибудь что-то интереснее, например. Вот панки-зомби, например, пожалуйста, можно было заклеймить еще свободные. Вот эти уже тут заклеймленные, да, но этот еще нет. Вот смотрим, выбираем его и клеймим. Вот бы, да, попасть в то время. И непонятно почему, ну, например, некоторые клеймили обычных, а не зомби-панков или еще каких-то. Хотя вроде как трейты уже были известны, что ну кто более редкий, кто менее редкий панк. А что дальше? Второй пункт. Инструкция по получению панкс. Приписывали пользователям загрузить ныне устаревший кошелек MistEthereum, чтобы получить панкс. В качестве альтернативы вы можете запросить панка вручную в взаимодействии с контрактом через Mew или MetaMask. Это было немного громоздко, но это работало. Вот здесь надо было после установки кошелька переходить в контракт, копировать его, вставлять и именно через него получать вот GetPank. Вставляем панк номера и его, собственно говоря, клеймим. Ну и потом, когда хотим продавать, вот здесь тоже прописано было offerpank for sale. Количество и цена. То есть, ну таким топорным способом, когда сейчас все просто на OpenSea, тогда было все это немножко сложнее. Но на то и оно самое зарождение вот этой всей эпохи, когда еще вообще абсолютно никто ничего не знал, не понимал. Люди просто вообще по фану ментили. Многие даже не знали до статьи в Mesh. Далее. Спустя несколько дней на 15 июня 2017 года всего 900 панков было заклеймлено. Тысячи себе оставили разработчики. То есть 900 штук всего за несколько дней. Это очень маленький показатель даже сейчас для проектов, у которых хоть какой-то никакой есть маркетинг на рекламу. Выделили средства они, ну это все равно пройдет там 3-4 дня. Любой проект в принципе заменится. Но обычно все это дело заменится за там час, два, три. А здесь всего лишь 900 панков за несколько дней. Ну и вот уже мы видим список панков, которые оставались для клейма. Несмотря на то, что много редких уже заклеймлено, все равно можно было еще выловить каких-то ультраредких панков, которые потом в будущем будут стоить очень и очень дорого. Вот здесь мы видим, что незаклеймленных панков еще 8090. Ну 900 заклеймили и тысячи оставили себе разработчики, девелопера. 5 минут назад кто тут кого клеймил. Далее, что именно здесь происходит? К сожалению, при чувствии разработчиков от Тердиллс, в общем, в исходном контракте к PrevotPunks была обнаружена критическая ошибка. И они об этом написали. Критическая ошибка была в том, что когда вы выставляли, продавали своего панка, его, ну вы не получали за него никакой, никаких эфиров. Все потому, что это раньше были NFT только на блокчейне биткоина, потом перешли на эфир, ну и там были свои, в общем, несоответствия, как раз из-за чего возникли вот эти вот ошибки. Дальше идем. Вот таблица лидеров на 17 июня 2016 года, примерно через неделю после запуска CryptoPunks. И примерно в то же время была опубликована статья в Meshable, о которой как раз все узнали о криптопанках. Только 201 владелец CryptoPunks без учетной записи разработчика. Вот 256 мы видим, самый рекордный, да, у панка, холдера. Сейчас я смотрел, там минимальное, это 200, то есть максимальное 215 спанков владеет один из пользователей, ну, именно адресов, а не контрактов по типу Yuga Labs. У них там тоже свое число, но это все-таки они в контракте лежат, а не у конкретного человека. Ну и там у разработчиков тоже часть. Потом 233, 206, ну и все меньше и меньше. Вот сейчас список, конечно, абсолютно другой. Все куда в разы меньше. Ну и вот список. После того, как все панки были заменчены, заклеймили, 282 аккаунта плюс разработчики. И самые-самые топ-адреса это Wilcox, Salted Bottom и Mr.703. Ну и что удивительно, до сих пор Wilcox NFT, у него вот как раз, это у него 215 панков на его адресе. То есть он такой все до сих пор еще true holder является. Хотя часть, конечно, продала NFT-шек. Ну и обратите внимание, да, казалось бы, самый крупный холдер, а у него всего лишь 3414 фолловер. Ну такой вот space криптопанков. Там нет хайпа, как у обезьян. Что еще было интересного? После запуска контракта, ну вот клейма вот этого всего, да, истории, в общем, объем составил, ну спустя, да, месяц, через месяц, объем составил 46 тысяч долларов, и средняя цена за панк была 75 баксов, что, ну сейчас на такую стоимость ни одной NFT-шки даже не купишь. Вот тогда это был целый панк. И туда добавили метамаск. То есть через него уже можно было взаимодействовать, покупать, продавать. Ну и здесь можно посмотреть, какие панки продавались по какой цене. Вот с атрибутами Alien, вот эти вот пришельцы самые, которые сейчас дорогие, самый дорогой ушел там за 8 что ли миллионов долларов. Он стоил тогда средний 8,67 эфиров. Ну, казалось бы, это не так уж и мало, но учитывая, что эфир тогда стоил все-таки не 1000, не 2000 долларов, как сейчас, ну а в сотнях баксов, или даже около 100, там 200, что-то такие были цифры. Вот дальше Эп, обезьяна 5,38 эфиров, ну и Зомби 1,54 эфира. Ну а самые дешевые были что-то в районе 0,3, 0,25, 0,28 эфиров. Хотя, если там покопаться, были продажи вообще даже на 0,15, 0,1 эфиров. Поэтому, в общем, очень было можно задешево купить, даже если вы не клеймили их в момент раздачи. В ноябре 2017 года, когда эфир продолжил расти в цене, средняя запанка была 150 долларов. Все еще достаточно дешево. Вот здесь как раз 0,12 эфиров, средний бит ставка. Ну и в конце 2019 года все еще средняя запанка была всего 0,43 эфира. Или примерно 60 баксов. И год спустя, когда эфириум утроился и стал стоить 400 баксов, переживал о ранней стадии своего стремительного роста. По отношению к эфиру, средняя цена продажи выросла в 9 раз, а общий объем в 11,5 раз. Крипитопанки вернулись. Ну и тогда это казалось тоже же все, надо продавать. Дороже же точно не будет, лучше сейчас схватить удачу за хвост. Ну а мы видим, как сейчас панки стоят 60-70 эфиров. Ну это я молчу уже про супер редких. Вот такая вот история зарождения панков, когда можно было все это дело клеймить. Тут еще, конечно, важно прочитать твиты, что писали вообще в твиттере, когда эти панки только вот появлялись. Ну если вы найдете историю самих криптопанков, криптопанк есть официальный твиттер с галочкой, там посмотрите первый пост, первый твит, у него вообще нет комментариев, вот я только недавно написал, к самому-самому первому посту, и всего два лайка. Поэтому в самом начале, конечно же, это было достаточно тяжело заметить, но после статьи в Mesh все равно шансы уже появились, потому что банально хотя бы все это дело люди заклеймили достаточно относительно быстро. Ну а на этом у меня все. Надеюсь, было полезно. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, на мой твиттер, заглядывая в коллекцию 99dudes, но я также напомню, что у меня есть приватный закрытый канал «Вход 500 долларов навсегда», где я делюсь предстоящими ментами. По поводу вступления пишите в телеграм. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok